Всем добрый день! Вы попали на канал Хобби Натальи. Сегодня вместе с вами хочу воплотить свою задумку. Хочу сделать вот такое колье из полимерной вены в черно-белых цветах. Значит, такая у меня задумка сделать черную основу. Буду использовать два вида глины, чисто черную и черную с блестками. Попробуем ее текстурировать ковриком. Новый коврик такой от FIMO приобрела. Попробуем на пробу. Цветы буду делать в белых тонах. Давайте приступим и будем по ходу что-то корректировать, что-то добавлять, убавлять. Главное, что есть основа, на которой можно нам опереться. Я уже сейчас вырезала для себя шаблончик, который я примерила, чтобы он не подходил. Меня все устраивает по размеру. И теперь моя задача вырезать три пласта из черной глины, потому что это будет вот таких вот три детали. одна деталь и две боковые. В общем, приступаем. Сейчас смешиваю глину двух оттенков в тонкий пласт и вырезаем наши заготовочки. Когда вырезаем вторую маленькую такую заготовочку, выкладываю коврик таким образом, чтобы все-таки направление рисунка у нас совпадало. Итак, основа под наше колье готова. Пока я его откладываю в сторону и, вымыв руки после черного цвета и протерев нашу поверхность, переходим к работе с белым цветом. Сейчас моя задача сделать три фантазийных крупных цветка. Для этого я буду использовать белую глину и глину с небольшим количеством перламутра серия Гламур. Для начала можно вырезать с непроизвольной формы пять таких капелек. Форму слишком правильной капельки не соблюдаем, потому что все равно это такой фантазийный цветок и абсолютно пропорциональных ровных лепесточков добиваться нам не надо. Я буду использовать для придания фактурам от мака. Если у вас его нету, можно взять зубочистку, шпажку, хорошенько ее вот так вот выстругать, чтобы остались ребра. И когда вы будете прокатывать, у вас будет оставаться хороший отпечаток. Видите? Так что выход есть. Все, отпечаток отличный. Так делаем со всеми из питьев. Так, теперь их откладываем в сторону и приступаем к сердцевинке. Для этого берем небольшой кусочек черной глины. Раскатываем. Вырезаем прямоугольник высотой где-то 9-10 миллиметров. С расчетом на то, что бахромка у нас будет где-то миллиметров 5-6. Чем больше цветочек, тем длиннее нам надо бахрома, чтобы была гуще сердцевинка. И вырезаем треугольнички. Если вырежем, сделаем просто насечку для бахромы, то края будут достаточно грубые. Смотрите, до края я не дохожу где-то миллиметр 4-5. И вытягиваю в сторону к себе. За счет этого тычинки тоже немножко у меня вытягиваются. Если вы когда-то занимались или видели, как делают цветы из гофробумаги, то, думаю, для вас прием знаком. Каждый краешек, если где-то вы будете видеть, что что-то где-то болтается, лишнее, лучше сразу уберите, чтобы потом не осыпалось это на лепестки. И теперь та сторона, которая у нас была к плитке, это будет наша изнанка. То есть изнанку мы скручиваем вовнутрь. Но так как у меня здесь оборвался лепесточек, я начну с этого края. Он будет в серединке и не видно. Очень плотно накручиваем такую колбаску. Ну и согласитесь, такая сердцевинка гораздо интереснее смотрится, если бы мы просто накрутили бахромом. И теперь собираем наш цветочек. Каждый лепесточек делаем внахлёст на предыдущий. И вот здесь вот последний лепесток мы как бы подкладываем под наш первый лепесток. Все зашло. И теперь прокатываем. Излишек мы обрезаем. И вот наш цветочек фантазийный готов. Я еще потом обрежу здесь пониже. Пока пускай стоит так. Теперь мне надо сделать еще сюда один такого же размера цветочек. Согласно моей задумке, один крупный, два поменьше. И на боковые нужно сделать три маленьких цветочка. Сделать их будем все в такой же технике. Итак, основа нашего колье уже готова. Но по замыслу у меня еще было сделать лепесточки. Для придания пышности объема. И их я хочу делать не чисто черными или чисто белыми. А я решила сделать смесь черного с белым. Без такого перехода в градиент. А именно, чтобы был цвет интересный. Для этого я просто сейчас смешаю в произвольном порядке оттенки черного, белого и серого. И буду выбирать место, где наиболее красивый рисунок. Ну вот это вот место, мне кажется, подойдет для листика хорошо. Это будет наше лицо. Выкладываем. Помним, где у нас лицо. И вот такой отличный переход цвета у нас получился. Так, сейчас еще раз смешаю. И это уже действительно фантазийные листья. Тут уже даже если и захочешь, двух одинаковых не сделаешь. Вот это отлично, смотрите. Вот какой переход. Таким образом делаем необходимое нам количество лепестков. Так, знаете, что я еще думаю? У нас вот как раз осталась глина. Надо на вот эти вот бутончики сделать лепесточки, как чешелистики такие, которые обнимают нераспустившийся цветочек. Для этого я сейчас сделаю несколько лепесточков. Так, лепесток будет лежать у меня вот так, значит, закрываю. И вот сейчас мы его уже уложим на наш лист. Вот, совсем другое дело. Отлично. Теперь приступаем к конкретной сборке. Сейчас я это все сниму. И будем постепенно все выкладывать, прижимать, как это должно быть. Так как колье будет собираться в дальнейшем на металлические кольца между собой, я хочу сразу предварительно сделать проколы шилом, чтобы нам не использовать сверло и ничего не высверливать. Чтобы эти проколы сделать на одинаковом расстоянии, я сразу на шаблончике себе делаю под ниточку, на каком расстоянии от края. Они у меня должны быть. И так получится, что мы тогда одинаково, с двух сторон, все сделаем. Теперь делаем прокол. Отступаю от края миллиметров четыре. Все. И теперь можем приступать к сборке. Начинаем, конечно, с центра, с самого крупного цветка. Прижимать будем на FIMO гель. И сразу определяемся с расположением и высотой. Итак, колье собрано. Все детали закреплены на FIMO гель и прижаты шилом. И теперь я отправляю в холодную духовку и буду запекать при 130 градусах 30 минут. Ну что ж, колье практически готово. Я уже его, после того, как оно запеклось и остыло, я соединила его на колечки. Сам процесс я уже не стала показывать, потому что, ну, две руки с плоскогубцами, мне кажется, в камеру не слишком-то у меня удачно получилось бы вам все показать. Но, как вы помните, у нас были на одинаковом расстоянии от края сделаны шилом отверстия. После того, как они запеклись, я просто еще раз хорошенько вот так вот прошлась. Без особого нажима все хорошо получилось. И здесь у нас на два колечка соединено между собой по краям на одно колечко. И между собой колечки у меня тоже все соединены. И вот, чтобы это все закрепить уже на шею, я подобрала черную цепочку. У меня была на конце цепочки я тоже одела по два колечка и карабинчик. Подобрала по своей длине, как мне будет удобно. В крайнем случае, если что, можно этот карабинчик перестегнуть, да, и сделать короче. Ну, а так, мне кажется, соответствуют задумке. То, что я хотела, то и получилось. И теперь я хочу сказать, что мне настолько понравилось, что я еще сделала и колечко в такой же технике. Ну, где-то вот такого размера, наверное, на цветочек. Мне кажется, будет в комплекте очень хорошо смотреться. Показывать я уже не буду, как это делать. То есть, слеплю подушечку черного цвета и сверху цветочек. Потом, когда все запечется, эту подушечку я приклею на суперклей к металлу. Потому что полимерная глина с металлом не соединяется. И под конец, я вот, когда сейчас на него смотрю, на это наше готовое колье, мне все-таки хочется еще чуть-чуть добавить цвета. И что я сделаю? Я на листиках черной краской, акриловой, пройду и сделаю маленькие, тоненькие прожилочки. Взяла самую маленькую кисточку, единичку, синтетику, и сделаю маленькие такие прожилочки. Вот такой намек буквально. И белой краской, белоснежной, по лепесточкам немножечко сделаю таких, как это сказать, рисочек. Тоже так, набросок. И сами лепесточки, после того, как высохнут, только цветочек, только лепесточки, без внутренних тычинок, я покрою фим-лаком в один слой. Так что, вот так вот не сложно, согласитесь, но оригинально можно сделать буквально за пару вечеров колье, которое дополнит ваш образ. Надеюсь, мое видео было для вас интересным и полезным. Ставьте лайки, если это так. Подписывайтесь на канал. И впереди, я думаю, у нас сейчас с вами много интересных задумок. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok